Шеф-повар, Максим Григорьев. Каша из репы. Помните, как начинается сказка про репку? Посадил дед репку, так вот, купила я как-то репку. Собиралась свой любимый салат из репы сделать. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, а делов, как назло, навалилось много. Время приготовления – 40 минут. Ингредиенты. Вода 350 мл. Масло подсолнечное рафинированное 1 столовая ложка. Репа 350 грамм. Рис длиннозернистый 120 грамм. Соль 1 щепотка. Шаг 1. Каши из репы я никогда до того не варила, но читала у Елены Ивановны Малаховец про тыквенную кашу с рисом, и мысль эта мне в душу запала. Вот и решила я по аналогичному принципу сделать кашу из репы. Подсохших репок у меня в наличии оказалось 350 грамм, риса я взяла 120 грамм, а воду доливала по ходу дела, экспериментальным, так сказать, способом, но тщательно замеряла. Воды в общей сложности ушло 350 мл. Растительного масла, 1 столовая ложка. Молоко и сливочное масло я не использовала, чтобы рецепт можно было применять, например, во время поста. Шаг 2. Репу я почистила и нарезала кусками среднего калибра. Шаг 3. 10 минут репа тушилась в растительном масле на среднем огне в толстостенной сковороде. Шаг 4. Молоховец предлагала тушеную тыкву либо протереть через сито с целью измельчения, либо использовать прямо кусочками. Я распюрировала репу блендером. Дальнейшая варка каши происходила в той же маленькой толстостенной сковородке, в которой еще оставались капельки масла от тушения репы. Шаг 5. Смешав туре из репы с рисом, солью и водой, я варила кашу на слабом огне 10 минут. Потом поняла, что жидкости маловато, долила, и варила еще 15 минут, уже на огне средней силы. Думаю, теперь, когда необходимое количество жидкости для каши из репы вычислено, вы можете варить ее уже привычным вам способом, каким вы обычно варите рисовую кашу. Если вы привыкли к каше пожиже, чем та, которую вы видите у меня на фотографиях, увеличьте, соответственно, количество воды. Тут и моей сказке про кашу из репы конец, а кто слушал, молодец. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok